Здравствуйте! В эфире информационный канал «Город» в студии Юлия Белова и сегодня в нашем выпуске. Испытания продолжаются. Теперь город залило водой. Второй день в Кирове хозяйничает непогода. Опять без сигнала. В Кирове отключились светофоры еще на нескольких перекрестках города. ГИБДД просит разобраться прокуратуру. Каждый день по миллиону. По делу Быкова допросили главбуха электронного проездного. Нам казалось, что и трупный это запах, и канализации запах, и газозапах. Дышит аммиаком. Кировчане жалуются на зловонное озеро в районе Слободы Малой Рябе. Людей тошнит от такого воздуха. Новый Вятский Арбат. Улицу Московскую хотят сделать пешеходной. Испытания продолжаются. Теперь город залило водой. Второй день в Кирове хозяйничает непогода. Вечером во вторник бушевал ураган. Сегодня с самого утра сильные дожди, после которых поплыли и дороги, и дворы. Озера появились на улице Ленина, в районе Комсомольской площади, Карла Маркса и в других районах. Пешеходам приходилось переходить дорогу по колено в воде. Водители осторожничали при проезде, особенно в низинах. Ливневка там, где она есть, снова подвела. Не успевала вода уходить, как снова начинался дождь. Тем временем город все еще не отошел от урагана вторника. Сильный ветер с дождем не на шутку испугал кировчан. Многих он застал как раз по дороге с работы домой. От порывов ветра сильно качало деревья и даже дорожные знаки. На Макарьевской дамбе ветер сорвал провода со столбов и повалил деревья прямо на дорогу. Объезжать провода и деревья пришлось и водителям в Коминтерне. Железнодорожные переезды в черте города были закрыты для проезда машин. Во дворах деревья падали на припаркованные машины. В некоторых районах города из-за оборванных ветром проводов не было электричества. Вечером часть городских улиц осталась без наружного освещения. Работы продолжались всю ночь. И осложняло их то, что в многих местах провода находились под напряжением. Приходилось дополнительно вызывать бригады, которые занимались их обеспечиванием. Тем не менее, на сегодняшний момент почти все последствия аварии ликвидированы. Сегодня в МЧС сообщили, что из-за грозовых разрядов в Кирове произошло 5 пожаров. Аварийные службы насчитали 40 поваленных деревьев. Последствия еще устраняются. Электроснабжение восстановлено. Бригады продолжают убирать упавшие деревья. Пострадавших от урагана нет. Ущерб от стихии сегодня подсчитывают не только городские службы, но и кировчане, чьи автомобили завалило деревьями и ветками. На свой страх и риск. В Кирове сегодня отключились светофоры еще на нескольких перекрестках города. Случилось это после урагана вторника. Теперь без регулировщика остались перекрестки улиц Карла Маркса и Преображенской, а также Ленина и Милицейской. Это вдобавок к неработающим на других участках. В этом году со светофорами настоящая беда. В ГИБДД говорят, что с начала года именно из-за сломанных регулировщиков произошло 17 аварий. Сегодня, пересекая перекресток улицы Ленина и Милицейской, кировчанам стоит вспомнить правила дорожного движения нерегулируемых перекрестков. Улица здесь оживленная. Без регулировщика переходить дорогу опасно. Пешеходам приходится пережидать момент, когда их все-таки пропустят. Водители делают вид, что не замечают людей на зебре. Трудности возникают при повороте. Пропускать друг друга никто не торопится. А вот вчера не работал. Вчера не работал и сегодня получается? Да. Какой дискомфорт это вам принесет? Водители не останавливаются. Водители не останавливаются. Я вот сегодня, например, я двух ребенков перебила. Я говорю, пойдете, пойдете. Они вот стоят, они не знают, куда деваться. Потому что они как бы с правилами не больно, они боятся. Вот я когда подошла, и тогда мы в троеем, я говорю, пошли. И тогда машина остановилась, они со мной подошли дорогу. На сегодняшний день в городе именно из-за светофоров около 40 проблемных перекрестков. Они перестают работать после дождя или в жару, или по другим причинам. Сотрудников ГИБДД на такие участки выставлять не торопятся. Поэтому этим летом водители и пешеходы передвигаются по городу особенно осторожно. В администрации говорят, что основная причина поломок – износ кабельных линий и регулировщиков. Ремонтировать все разом дорого. Для модернизации одного светофора требуется 4,5 миллиона рублей. То есть полностью замена всех кабельных линий. При ремонте одного светофорного объекта требуется 480 тысяч рублей. При замене одного контроллера требуется 70 тысяч рублей. То есть суммы, понимаете, большие. Риски тоже немаленькие. В ГИБДД говорят, что в этом году из-за выключенных светофоров произошло 17 аварий. Есть пострадавшие. Проблемные перекрестки держат на контроле. И уже направили запросы в прокуратуру. Сотрудниками ГИБДД составлено 7 протоколов об административном правонарушении и возбуждено 7 дел об административных правонарушениях за несоблюдение требований при содержании улицы дорог, в том числе светофоров. Сотрудниками ГИБДД направлена информация в прокуратуру и администрацию города Кирова с целью информирования и принятия мер прокурорского характера в отношении обслуживающих организаций. Пока ведомства разбираются и ждут реальных действий, пешеходам и водителям советуют вспомнить правила дорожного движения. Если не работает светофор, смотрите на знаки. У пешеходов на зебре приоритет. Но практика показывает, что от пробок знаки не спасают. Особенно на перекрестках, улиц Щерса и Производственной. Октябрьского проспекта, улицы Правсоюзной на Ленина, Московской и Юровской. Возможно, новый подрядчик, которого на прошлой неделе нашла администрация, быстрее вернет в строй регулировщиков. С прежним контракт был расторгнут из-за неудовлетворительной работы. Ксения Веснина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Миллиард на общественный транспорт в Кировской области планируют обновить автопарк. На какую технику потратят деньги из областного бюджета, узнаем далее. Эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». В Кирове появится новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Он откроется в микрорайоне «Чистые пруды», начнет работу 4 августа и закроется 8 числа. Мобильный пункт будет расположен у торгового центра на улице Ивана Попова, 83. Также в городе продолжают работы еще пять мобильных пунктов вакцинации и три работающих в круглосуточном режиме. Один миллиард рублей хотят направить на закупку автобусов в Кировской области. О планах по обновлению общественного транспорта рассказали в правительстве региона. Сейчас формируется программа по модернизации пассажирских перевозок. Планируется, что автобусы будут низкопольными и в основном на газомоторном топливе. Большую часть техники планируется направить в районы. Деньги на закупку будут искать в областном бюджете. Хоккеисты Кировской родины провели второй матч на первом этапе Кубка России. Первую игру они проиграли «Динамо» со счетом 1-18. В следующем матче итог 7-2. Кировские спортсмены встретились с командой «Водник» из Архангельска. В турнирной таблице Кубка страны наши хоккеисты пока находятся на последнем восьмом месте. 78% работающих жителей Кировской области не устраивает размер их зарплаты. Опрос проводила служба исследований «Хэтхантер». Довольны своим заработком только 22% из запрошенных. В основном это работники банков, строительных фирм и IT-специалисты. Недовольных размером оплаты труда больше всего среди представителей высшего менеджмента и административного персонала. У 40 опрошенных кировчан заработная плата за последний год не изменилась. 22% респондентов указали, что их доход сократился. У остальных увеличился. Это опять же работники банковской сферы, маркетологи и пиар-специалисты. Впереди еще много интересного. Не переключайтесь и смотрите во второй части нашего выпуска. Нам казалось, что и трупный это запах, и канализации запах, и газозапах. Дышит на мяко. Кировчане жалуются на зловонное озеро в районе Слободы Малой Ряби. Людей тошнит от такого воздуха. Новый Вятский Арбат. Улицу Московскую хотят сделать пешеходной. Эти и другие новости буквально через пару минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Каждый день по миллиону в Первомайском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Владимира Быкова. Сегодня допросили свидетелей. Главного бухгалтера электронного проездного и ЦДС. И разработчика программы «Мама и я пришел». Бухгалтера предприятий в основном спрашивали о том, вмешивался ли Быков в финансовые дела ЦДС и мог ли влиять на финансовые потоки. Свидетель в основном отвечала, что не в курсе роли бывшего главы города в делах электронного проездного и центральной диспетчерской службы. Зато рассказала, что ежедневно на счет электронного проездного поступал минимум 1 миллион рублей. Разработчик программы «Мама и я пришел», с которым у электронного проездного был заключен договор, сказал, что с Быковым не встречался. Переговоры велись в основном с Ганьбой и Никулиным. Рассмотрение дела продолжается. В суде ждут показаний еще нескольких свидетелей. О дате приговора по делу Владимира Быкова говорить еще рано. В деле 60 томов. Судебный процесс начался в декабре прошлого года. Напомним, экс-главу города Владимира Быкова обвиняют в мошенничестве, получении взятки и организации растраты. Дышит аммиаком. Кировчане жалуются на зловонное озеро в районе Слободы Малые Ряби. Этим летом водоем стал подозрительно пахнуть химикатами. Потом стала исчезать рыба и живность, которых всегда было достаточно. Теперь люди боятся за свое здоровье. Говорят, что дома приходится всегда держать окна закрытыми, чтобы не проник едкий запах. Это химические вещества, от которых умирает рыба и растения. Если такая вода попадет в грунтовую воду, которую пьют люди, это может привести к отравлению или, хуже всего, к летальному исходу. Ну, ванища у нас стоит невозможная. Это уже как бы на канализации пахнет. Ну, нестерпимо мощная канализация. Вот у нас приехали внуки с Москвы, бабушка пахнет какашками. К другим дачникам и вовсе отказываются приезжать гости. Ведь местные ароматы не просто портят отдых на природе. Люди считают, что он опасен для здоровья. Садоводы жалуются на головную боль и тошноту после нескольких минут пребывания на улице. При этом раньше вода в озере так не пахла. Понять причину никто не может. Насколько опасен запах от озера, пытались выяснить в Роспотребнадзоре. Превышение сероводорода было обнаружено. Правда, во второй раз, когда у нас конкретно на участке брали. Они отправили письмо в администрацию города. Вот буквально вчера мы от администрации города получили ответ, что у нас здесь все хорошо. За все лето он менялся много раз. Нам казалось, что и трупный это запах, и канализации запах, и газозапах, какого только не было. Я утром просыпаюсь, у меня пахнет на веранде газом. Вот такое ощущение, что газом наполнено все помещение. К проблеме уже подключились и активисты Общероссийского народного фронта. Они взяли пробу воды из озера и отправили их в лабораторию. В пробах обнаружили много химикатов – аммиак и фенол. Химические вещества, от которых может умереть рыба и растение. Опасно попадание такой воды и в грунтовые воды. Активисты ОНФ предполагают, что в этом районе происходит нелегальный сброс промышленных стоков. Теперь искать причину будет прокуратура. В Кирове может появиться новая пешеходная зона. Администрация Первомайского теруправления проводит опрос кировчан об изменении участка улицы Московской от Театральной площади до Вечного огня. То есть теоретически, если кировчане будут не против, этот участок в будущем может быть выделен только для пешеходов. Сегодня мы спросили у кировчан, нужен ли городу новый Вятский Арбат. Пешеходная чисто. Да нет, наверное, против. А где людям-то ездить в итоге? И так Казанская вся. И так, да. Тут односторонне, там односторонне. Видим, как ездить тоже. Может быть, хоть что-то в городе будет, где не будет транспорт мешать? А разве она не пешеходная? От Театральной площади до Вечного огня, пешеходная улица. Ну и неплохо. А потому что я лежу недалеко. Замечательно, мы за. Да, раньше так и делали. Мы будем гулять. Будем гулять. За. Ну, я считаю, что у нас должна учиться примерно как Арбат. Было бы так же можно было спокойно прогуляться, походить по магазинам, чтобы не мешал транспорт, скажем так. Ну и можно там еще сделать все скамеечки, лавочки, светильнички хорошие, красивые. Я считаю, что это я за. Как сделать от Театральной площади до Вечного огня пешеходную улицу? Вы за или против? А разве она не пешеходная? Еще пока нет. Нет. Вы против? Нет. Мы не знаем, на этом ухожу. Ну, а если сделают, вы будете за или против? За или против. Таким был этот выпуск с глазами наших корреспондентов. Если у вас есть новости, звоните в нашу редакцию по телефону. 8-912-827-3302. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте «Новости Кирова». В студии была Юлия Белова. Берегите себя и увидимся в городе. Спасибо.